Вот уже 10 лет в июне отмечается Всемирный день донора. Вклад доноров в дело спасения жизни людей неоценим. В этом году Республиканская станция переливания крови вновь провела акцию по привлечению доноров. О том, как прошел этот день в Махачкале, в сюжете Зумруд Гамидовой. Сдай кровь, спаси жизнь. Для неравнодушных людей это не просто девиз, а призыв к действию. В Республиканской станции переливания крови врачи ожидали тех, кто не против, поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Несмотря на непростую ситуацию с COVID-19, поучаствовать мог каждый желающий. Это важно, я считаю. Помочь, если есть возможность помочь, надо помогать. Сюда приходит много молодежи. Еще утро, а уже около 100 ребят ждут своей очереди. Сейчас давать кровь можно и нужно, так как в связи с пандемией резко сократилось количество доноров не только в нашем регионе, но и по всей России. Долгое время люди боялись приходить, а многие из постоянных доноров сами заболели. Служба крови этот период пандемии на себе почувствовала, как тяжело, если вот такой период наступает, на 50% стало меньше доноров. Мы очень благодарны донорам, волонтерским движениям, что они смогли в этот тяжелый период нам организовать донорство. Для вот именно этот период были проведены беспрецедентные меры безопасности. Мы, переболевшие COVID-19, основным донором, мы определяем сейчас антитела и стараемся отводить его на, если он на антиковидную плазму сдает, через 14 дней принимаем, если нет, мы ему сейчас пишем медотвод на месяц. Организм полностью не восстанавливается. Среди дополнительных организованных мер безопасности – термометрия, осмотры и консультация врача и использование средств индивидуальной защиты. Многие здесь бывают регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения жизни людей. Наталья Нарудинова – почетный донор. Она уверена, что ее поступок послужит примером для многих. У меня мама была почетным донором, и мне всегда это нравилось, какую-то помощь оказывать, благотворительность. Также я привела своих детей сюда, и сына, и дочь, они тоже сдают кровь. Но я считаю, что это очень, мне очень помогает и в здоровье, это и каждые полгода обследование проходишь, и как-то организм в тонусе держится. Сама донация – безболезненная и в то же время полезная процедура. По статистике, доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но каждым из них движет не это, а помощь другим – вот главная причина. За период карантина на станции была большая нехватка всех групп крови, и в связи с этим нам нужно было пополнить запасы. Поэтому и мы привлекали побольше людей. Суть акции была популяризация донорства и его компонентов, и увеличение запасов крови. Мероприятие объединило сотни горожан, а после наверняка их список пополнится. Но начать делать добрые дела можно не только с значимой даты. Станция переливания крови работает круглый год. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжение следует...